Европа Европа А в настоящее время в борьбе за социализм В семье братских народов, социалистических государств Чехословакии впервые досталось надежной гарантии на государственную независимость и суверенитет Облотом нашей спокойной жизни, народной и государственной независимости и социалистического строя Является союз с народами Советского Союза и остальными социалистическими государствами Наша принадлежность к международному коммунистическому движению Заявил на 14 съезде коммунистической партии Чехословакии Ее генеральный секретарь доктор Густав Гусак На вышеуказанном съезде завершен сложный этап в жизни нашей партии и всего общества Интернациональная помощь, оказанная нам союзниками в августе 1968 года Стала началом победоносного наступления марксистско-ленинских сил партии Завершенного в его ходе разработкой реальной программы по дальнейшему развитию нашей социалистической родины Под руководством коммунистической партии Чехословакии Созданы условия для творческого труда и счастливой жизни наших народов Планы развития чехословацкой экономики Обсуждаемые и утвержденные 14 съездом коммунистической партии Чехословакии Нельзя воплотить в жизнь без включения всех ее областей в международные распределения труда При этом решающей роль играют наши отношения с социалистическими странами И прежде всего с Советским Союзом Требовательные задачи научно-технической революции Можно выполнить лишь в тесном сотрудничестве с Советским Союзом И остальными братскими социалистическими странами Но мы живем на границе империалистического мира На границе с империалистами Варварские методы и средства которых направлены на подавление революционно-движительных На поддержание народов, на восстановление реваншизма Что убеждает нас в необходимости уделять вопросам обороноспособности страны Постоянное повышенное внимание Бок о бок с нашими союзниками Мы должны быть готовы к защите народной и государственной независимости И нашего социалистического строя Поставленную задачу мы способны выполнить лишь при условии нашей принадлежности к Варшавскому договору Опираясь при этом на нерушимую дружбу с Советским Союзом Совместные учения и маневры Основа укрепления и развития взаимодействия союзных войск Согласно плану объединенного командования Учение ЩИТ-72 было осуществлено на территории Чехословацкой социалистической республики С юга, с севера и востока прибывают к нам наши боевые друзья Представители партийных и государственных органов Сердечно встретили военнослужащих венгерской народной армии Когда воины и командиры Народной национальной армии ГДР Перешагнули нашу государственную границу Мы вспоминали их гостеприимство, оказанное нам в ходе учения Братства по оружию С севера передвигаются к нам подразделения Братского войска польского Товарищеские слова, которыми встречали их жители наших городов и деревень Не требуют перевода Вогружая боевую технику, нашли союзники время, чтобы обменяться впечатлениями Воины славной и непобедимой советской армии Которых мы всегда будем встречать с цветами на руках Гордые сыновья отцов, принесших майские дни свободу и независимость нашим народам Советская армия и военно-морской флот Облот боевой мощи объединенных вооруженных сил государств, участников Варшавского договора В интернациональном единстве, сплоченные вокруг Советского Союза, мы непобедимы Слова, прозвучавшие на всех съездах Братских, Коммунистических и Рабочих партий Государств, участников Варшавского договора Выполнение совместных боевых задач воинами дружественных армий В ходе союзных учений укрепляет их взаимоотношения, доверие и чувство уважения Укрепляет нерушимую дружбу и единство народов и армии социалистических государств Быстро пролетели первые часы пребывания союзников на территории нашей Родины Наступает строгий воинский порядок Но атмосфера продолжает оставаться торжественной В районах, временно занимаемых нашими братьями по оружию, идет активная подготовка к учению Выступления представителей Чехословацкой народной армии, гостями которой являются дружественной армией Искренние товарищеские слова представителей партийных органов и национальных комитетов Снова подчеркнули нерушимые узы пролетарского интернационализма И совместные задачи по строительству и защите нашей Родины Гости, посетившие подразделения братских армий, уделяли внимание организации жизни военнослужащих В том числе и Чехословацкой народной армии Политические органы и партийные организации во взаимодействии с командирами в подразделениях и частях всех обучаемых армий Развернули интенсивную партийно-политическую работу Целью продолжительной морально-политической подготовки войск являлось образцовое выполнение задач Поставленных перед ними планом объединенного командования Через некоторое время они встретились в условиях, предъявляющих повышенные требования к их боевой и политической подготовке Их сплачивают граньозные перспективы, поставленные перед народами социалистических государств их марксистско-ленинскими партиями Гостеприимство, оказанное воинам братских армий, школами, сельскохозяйственными кооперативами, заводами и предприятиями Являлось выражением сердечных дружеских отношений трудящихся Чехословакии не только к ним лично, а также к народам их государств Тесная связь с народом – один из ленинских принципов строительства социалистической армии Подтверждающий в ходе союзных учений свой интернациональный характер А осуществленные встречи являются доказательством полной поддержки трудящимися нашей Родины решений 14-го съезда коммунистической партии Чехословакии Что защиту нашей страны и социалистических завоеваний наших народов надежно обеспечим лишь в нерушимом единстве со всеми государствами-участниками Варшавского договора Венки, возлагаемые воинами братских армии к памятникам героев, павших за свободу Чехословакии является выражением глубокого уважения к революционным традициям прошлых покорений Образцовое обслуживание боевой техники и оружия является основным условием для выполнения поставленных задач Под чутким руководством командиров войска подготавливают их на предстоящие учения Руководитель учения ШЧИТ-72, министр национальной обороны Чехословакской социалистической республики Генерал-армии инженер Мартин Зур, его заместители по руководству учениям и представители объединенного командования посетили штабы обучаемых подразделений После сердечной беседы с воинами и командирами Венгерской народной армии Товарищ министр пожелал им больших успехов в дальнейшей работе и попрощался с ними Фронтшафт и дружба Слова, которыми встречали министра национальной обороны и сопровождающих его товарищей военнослужащие народной национальной армии ГДР Где, кроме прочего, показали милым гостям техническое средство управления войсками В штабах дивизии имеются оперативно-тактические программы Например, такие, как расчет марша, расчет татиметрической обстановки Программа для расчета В ходе беседы с командирами Соединения войска Польского Товарищ министр выразил убеждение, что единство армии Варшавского договора Является оплотом, благодаря которому враги не посмеют угрожать свободе и независимости нашей народу И с пожеланием всего наилучшего с ними распрощался Посещение Соединения Советской Армии вызвало воспоминания о совместных боях во время Великой Отечественной войны Бок о бок Советской Армии за свободу и независимость народов нашей Родины От имени личного состава Соединения товарищу министру был вручен сувенир Товарищ министр обороны, расшите от воинов старейшей Ропшинской краснознаменной дивизии Имени Михаила Ивановича Калинина вручить скромный сувенир, деланный солдатскими руками Память о вашем пребывании в нашей дивизии Прибытие почетных гостей Главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами Государств участников Варшавского договора Дважды Героя Советского Союза и Героя Чехословацкой Социалистической Республики Маршала Советского Союза Ивана Игнатьевича Якубовского И начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил генерала армии Сергея Матвеевича Штеменко Приветствовали Профессор доктор Петер Цолотко Член Президиума Центрального Комитета Коммунистической Партии Чехословакии И председатель правительства Словацкой Социалистической Республики И министр национальной обороны Генерал армии инженер Мартин Цур Партия и государственная делегация Во главе членом Президиума Центрального Коммунистической Партии Чехословакии Первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической Партии Словакии Товарищем Йозефом Леннартом Вместе с главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами Приветствуют в нашей стране генерала армии Добриджурова Министр обороны Народной Республики Болгарии Генерал-полковника Лаюша Цинега Министра обороны Венгерской Народной Республики Генерала армии Гайнца Гофмана Министра обороны Германской Демократической Республики Генерала Брони, бойчика Ярузельского Министра обороны Польской Народной Республики Генерала армии Йона Йонитсу Министра вооруженных сил Румынской Социалистической Республики Герой Советского Союза и Герой Чехословацкой Социалистической Республики Министра обороны СССР, маршала Советского Союза Андрея Антоновича Гречко И начальника главного политического управления Советской Армии И военно-морского флота Генерала армии Алексея Алексеевича Епишева Встречали партийные государственные деятели Во главе членом президиума и секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии Товарищем Василием Бириком Сердечно приветствовали нашей стране Почетного гостя из Монгольской Народной Республики Министра обороны, генерала армии Батина Доржу Первые шаги почетных гостей, представителей партии и государства Направлены на Братиславский Славин Чтобы возложением красных веньков Отдать честь советским героям, павшим за свободу нашей Родины От имени Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии И правительства Чехословакской Социалистической Республики Возложила венок дерегация Возглавляемый членом президиума Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии Первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии Товарищем Йозефом Леннартом Председатель словацкого правительства Профессор доктор Петер Циотко Возглавляет делегацию Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии Правительства Словацкой Социалистической Республики И Словацкого национального совета Во главе делегации советской армии первый заместитель министра обороны СССР и главнокомандующий объединенными вооруженными силами маршал Советского Союза Иван Игнатьевич Якубовский. Винки возложены представителями армии Варшавского договора и представителем братской армии Монгольской народной республики выражение глубокого уважения и благодарности народов социалистических государств героям Великой Отечественной войны. Братислава, старица СССР в праздничном братстве. Митинг трудящихся и войск Варшавского договора. Руководитель делегации ЦК КП Чехословакии, первый секретарь ЦК КП Словакии, товарищ Йозеф Ленард, в своем выступлении подчеркнул. Советское учение является доказательством того, что социалистическая армия во главе с вооруженными силами СССР, оснащенной современной боевой техникой, располагает достаточным количеством средств и сил для обеспечения спокойного труда народов наших стран, с которыми должен считаться любой агрессор. Министр национальной обороны Чехословакской социалистической республики в своем выступлении заявил. Союзное учение является выражением постоянной заботы коммунистических и рабочих партий государств Варшавского договора и их тесного сотрудничества, являющихся в настоящее время объективной необходимостью. В заключение выступления заверил гостей и наших трудящихся, что мы сделали все для выполнения цели учения. В оперативно-тактическом учении объединенных вооруженных сил ЩИТ-72 приняли участие штабы и войска. На стороне синих командующий штаб 5-й армии 5-го фронта Чехословацкой народной армии. На стороне красных от Венгерской народной армии 82-я танковая дивизия, от Народной национальной армии ГДР 106-я танковая дивизия, от Войска польского 68-я танковая дивизия, от Советской армии 62-я мотострелковая дивизия, 26-й истребительный авиационный полк и транспортный авиационный полк. От Чехословацкой народной армии, оперативной группы Западного фронта, командующие штаб 6-й и 8-й армии 64-й мотострелковой и 86-й танковой дивизиями, 30-й воздушно-десантной бригады, командующий штаб 12-й воздушной армии со 120-й истребительной авиационной дивизии, 126-й авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков, 14-м разведывательным авиационным полком и 18-м транспортно-десантным авиационным полком, командующий штаб 14-й армии ПВО страны, 6-й дивизии ПВО страны, кроме того, что были и подразделения ракетных войск, и другие соединения, часть и подразделения родов войск Чехословацкой народной армии. Тема учения для стороны синих. Организация и введение наступательной операции обычными средствами выражения с переходом к применению ядерного оружия. Основные учебные цели. Повысить полевую выучку и скалаченность штаба армии. Совершенствовать навыки штаба армии в планировании и управлении войсками. Тема учения для стороны красных. Организация и введение фронтовой наступательной операции в начале войны обычными средствами выражения с последующим переходом к применению ядерного оружия. Основные учебные цели. Совершенствовать взаимодействие штабов и войск союзных армий при совместных действиях в сложной наземной и воздушной обстановке. Повысить полевую и воздушную выучку войск союзных армий и навыки оперативных штабов при управлении войсками. Укреплять и развивать боевое содружество между армией и государств участников Варшавского договора. Для учения создана условная государственная граница на рубеже. Во второй половине августа синие осуществили ряд военно-политических мероприятий, значительно обостряющих международную обстановку и вынуждающих красных принять соответствующие меры, вследствие чего обе стороны прикрыли свои государственные границы и привели войска в повышенную боевую готовность. До 4-9-й часть войск была пополнена на военные штаты и выведена в районы оперативного предназначения. Замысел сторон. Войска 5-го фронта синих начали подготовку к наступательной операции на Пражско-Львовском направлении. Силами 1-й и 3-й армии предполагают нанести главный удар в направлении Клодска, Краков, Яворов и силами 5-й армии в направлении Сеница, Модрый Камень, Требешев. Задача окружить и разгромить островско-катовецкую группировку красных. Овладеть Слесским промышленным районом и на 6-й и 8-й день операции, применяя ядерное оружие, овладеть районами. Применяя обычные средства поражения, на 9-й и 12-й день операции выполнить ближайшую задачу фронта. Основными силами войск фронта развивать наступление в направлении Львов-Винница. Задача 5-й армии Сених нанести главный удар в направлении Глоговец, Левица, Модрый Камень. Частью сел в направлении Угарский Брод, Мартин, во взаимодействии с 3-й армией разгромить основные силы 8-й армии, Красных, и на 3-й день операции, применяя ядерное оружие, овладеть районом Камарна, Модрый Камень, Банская Щавница, Левица. Применяя обычные средства поражения, на 4-й день операции выполнить ближайшую задачу армии. Основными силами армии развивать наступление в направлении Модрый Камень, Требешев. Западный фронт Красных во взаимодействии с Северным фронтом отразить возможное внезапное нападение Синих силами 6-й и 8-й армии, нанести главный удар в направлении Прага, Фогенштаус, второй удар с силами 4-й армии в направлении Ополе, Герлиц, Гремитшау. Одновременно с силами 12-й воздушной армии принять участие в воздушной операции главного командования с целью ослабления воздушной группировки Синих на театре военных действий. Ближайшая задача фронта – разгромить противостоящую группировку Синих в Чесском-Аравском районе на 7-й и 8-й день операции с применением ядерного оружия овладеть районом Альтенбург, Марк Требец, Графенау, Пильзен. Применяя обычные средства поражения, на 10-й и 12-й день операции выполнить ближайшую сдачу. Дальнейшая задача фронта – после развития наступления в направлении Нюрнберг-Карлзруэ разгромить оперативные резервы Синих в Баварии, на 12-й и 15-й день операции, применяя ядерное оружие, овладеть районом исключительно Сарбург, Карлзруэ, Фрайбург, Штутгарт, применяя обычные средства поражения, на 18-й и 22-й день операции выполнить дальнейшую задачу. Войсками ПВО страны защищать объекты и войска на государственной территории с особым вниманием на обороняемые районы Братислава, Жилино, Кожице, Катовице, Решев, вторые эшелоны и резервы Западного фронта. Готовность к наступлению с утра 12-го 9-й. Согласно оперативной директиве Верховного Главного Командования, обучаемые командиры их штабы, 31-го 8-е, начали организовать и планировать введение наступательных операций и боя. Процесс принимания решений осуществлялся на полевых пунктах управления при использовании средств автоматизации и механизации. Кроме электровычислительных машин стационарного типа, в Чехословакской народной армии впервые применялась подвижная электровычислительная машина второй генерации типа «Приправа-2». Товарищ министр, генерали, я уже цели готовы к докладу по Вашей директиве. Командующий поисками Западного фронта генерал Деселин. Товарищ генерал, некоторых Ваших заместителей, начальник Коврадово-Войской службы, я уже заслушал. Останных заслушают мои заместители. Вы доложите Ваше решение. Решил для выполнения поставленных фронту задач войскам фронта быть в готовности отразить внезапное нападение противника. Командующий Западным фронтом понял задачу, поставленную Верховным Главным Командованием, правильно оценил обстановку и принял соответствующее решение по разгрому противостоящей группировки «Синих» без и с применением ядерного оружия. Объявив принятое решение, издал распоряжение по политическому, тыловому и техническому обеспечению наступательной операции. Товарищ министр, доклад окончил. Товарищ заместители, есть у Вас вопросы? Вопросов нет. Нет вопросов. Ваше решение утверждает. После утверждения решения, принятого командующей Западным фронтом, организации и планирование перенесены в звено армии и дивизии. Штаб 6-й армии вовремя подготовил необходимые данные и расчеты для принятия решений командующим и по всестороннему обеспечению наступательной операции. Отделы штаба работали быстро, точно и с высокой штабной культурой. Командующий 6-й армией, генерал-майор Милослав Благник, принял соответствующее решение по ведению наступательной операции в направлении главного удара Западного фронта без и с применением ядерного оружия с целью уничтожить противостоящую группировку «Синих». Штаб 8-й армии правильно понял задачу, поставленную командующим Западным фронтом, используя средства автоматизации, подготовил для командующей армии данные по принятию им решений. Штаб показал хорошие навыки и знания в планировании и ведении современных операций. Командующий 8-й армией генерал-лейтенант Станислав Петерджила принял правильное решение во взаимодействии 6-й армии разгромить противостоящую группировку 5-й армии «Синих» с применением и без применения ядерного оружия и выполнить поставленные задачи. При планировании конкретных задач штабы союзных армий особое внимание уделяли организации взаимодействия. В 6-й армии это был вопрос взаимодействия между 68-й танковой дивизией войска польского и 64-й мотострелковой дивизией Чехословацкой народной армии. В ходе подготовительного периода руководители учением доложили командир 68-й танковой дивизии войска польского генерал бригады Збигнев Аганович командир 106-й танковой дивизии Народной национальной армии ГДР полковник Гайнц Цик командир 62-й мотострелковой дивизии Советской армии полковник Олег Степанович Тепловодский командир 82-й мотострелковой дивизии Венгерской народной армии полковник Микло Ждарани являющийся организатором тесного взаимодействия с 86-й танковой дивизией Чехословацкой народной армии В ночь на 12-й 9-й обе стороны привели свои вооруженные силы в полную боевую готовность а их ударные группировки заняли исходное положение С утра 12-й 9-й синие развязали агрессию с применением обычных средств поражения После отражения агрессии перешли наступления войска Западного фронта Красных При переходе государственной границы и при дарении полосы обеспечения синих в полосе наступления 8-й армии сложнейшую задачу выполняют 82-я танковая дивизия Венгерской народной армии и 86-я танковая дивизия Чехословацкой народной армии Авиация Красных преодолевая государственную границу ведет разведку и вместе с боевыми разведывателями дозорами 82-го мотострелкового полка Венгерской народной армии И 86-го мотострелкового полка Чехословацкой народной армии обнаруживает оборонительную систему в полосе обеспечения синих Командиры вовремя представляют донесения о результатах разведки Используя условия местности и промежутки боевых порядков синих их подразделения продвигаются в глубину уточняя опорные и другие пункты сопротивления На основе данных истребительная бомбардировочная авиация уничтожает обнаруженные цели После артиллерийского огневого налета по опорным пунктам синих первошалонные подразделения обоих полков переходят к решительному наступлению сходу Ликвидируя инженерные заграждения и проделывая проходы в минных полях синих головные подразделения ведут атаку постепенно уничтожая их опорный пункт В целях замедления продвижения красных синие при помощи взрывчатых веществ создают противотанковый ров и напальмовые заграждения Подразделения красных продолжают решительно продвигаться при огневой поддержке вертолета Для преодоления противотанкового рва используются мостовые танки и создаются условия для ввода в бой вторых эшелонов обоих полков Танки 86-го мотострелкового полка Чехословацкой нарубной армии огнем прямой наводкой проделывают проходы в заграждениях из железобетонных противотанковых пирамид Своевременная ликвидация и решительное преодоление заграждений всех видов использование промежутков для выхода во фланг и тыл опорных пунктов создали условия для уничтожения синих по всей глубине полосы обеспечения В ходе преодоления полосы обеспечения синих сухопутными войсками Западного фронта Красных его авиация приняла участие в воздушной операции с целью ослабления воздушной группировки синих на театре военных действий Одновременно авиация 12-й воздушной армии Красных нанесла удар по аэродрому синих в районе Малацки занятому в качестве запасного в ходе перегруппировки сил Командующий 12-й воздушной армии принял следующее решение по нанесению воздушного удара истребительной авиации блокировать аэродром и перейти к защите воздушного пространства боевых действий авиации Полком истребителей и бомбардировщиков уничтожать взлетно-посадочную полосу самолеты на стоянках и в укрытиях средства управления и противоздушной обороны а последующим полком уцелевшие цели и самолеты на стоянках До нанесения удара по аэродрому синих экипажи выделенных авиационных чассей провели непосредственную подготовку В ходе подготовки самолетов 62-го и 60-го авиационных полков истребителей и бомбардировщиков технический персонал показал хорошую подготовку и решимость шестью выполнить поставленные задачи Цель удара полностью занята самолетами синих и защищаема сильной противовоздушной обороны Результатом хороших действий экипажа 20-го истребительного авиационного полка являлось действенное блокирование аэродрома подавление противовоздушной обороны нарушение системы управления и позволяя при этом взлета дежурных самолетов синих Высокий уровень подготовки экипажа 62-го авиационного полка истребителей и бомбардировщиков состав условий для быстрого взлета полка и организованного построения боевого порядка в воздухе для полета на цель С соблюдением тактических принципов достигнутый бесперебойный полет и внезапное прибытие полка в район боевых действий Самолеты в указанное время с данного боевого курса перешли в атаку Точным попаданием в цели первые звенья полка разрушили взлетно-посадочную полосу Правильное заплодирование ударов и выделение целей вместе с боевым мастерством пилотов совершенствовладеющих сложной боевой техникой обеспечили достижение предполагаемых результатов боевых действий Решимость и активность пилотов в ходе ведения боевых действий подтвердили высокий уровень их морально-политического состояния Выведение из строя аэродрома Синих завершено ударом 60-го авиационного полка истребителей-бомбардировщиков После нанесения удара по аэродрому воздушная разведка Красных определила, что задачи, поставленные частям 120-й экстремительной авиационной дивизии и 126-й авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков были выполнены После успешного придарения полосы обеспечения Синих первый эшелон ударных группировок Западного фронта Красных начали осуществлять прорыв первой полосы обороны противника 64-я мотострелковая дивизия Чехословацкой народной армии и 68-я танковая дивизия войска польского 6-й армии Красных разведывателями и головными подразделениями первоэшелонных полков к исходу дня вошли в соприкосновение с первой полосой обороны Синих и их продвижение приостановлено организованным огнем противника Командиры 64-й мотострелковой и 68-й танковой дивизии организуют прорыв первой полосы обороны противника После воздушной разведки начинается прорыв первой полосы обороны Синих артиллерийской и воздушной подготовкой продолжительностью 21 минуту при участии артиллерии 64-й мотострелковой дивизии Чехословацкой народной армии и 68-й танковой дивизии войска польского огнем прямой наводкой противотанковых управляемых снарядов безоткатных орудий и реактивной артиллерии головных подразделений наступающего 646-го мотострелкового полка Чехословацкой народной армии и 682-го танкового полка войска польского уничтожены часть сил Синих В ходе третьего огневого налета проделаны проходы в минных полях на переднем крае обороны Синих При воздушной и артиллерийской подготовке первошалонные батальоны обоих полков передвигаются на рубеж атаки и развернувшись в боевые порядки в указанное время атакуют передний край обороны Синих С командного пункта прорывом обороны Синих руководит командир 682-го танкового полка войска польского Командир 646-го мотострелкового полка Чехословацкой народной армии руководит с боевой машиной наступлением мотострелковых подразделений после свешивания атакой переднего края обороны с боевой стрельбой и дальнейшим решительным продвижением к глубину обороны Синих Истребительная авиация Красных защищает боевые порядки сухопутных войск от ударов авиации Синих После продвижения Красных к глубину обороны Синие контратакуют в направлении стыка обоих полков Контратаку огнем танков с места отражает 646-й мотострелковый полк Чехословацкой народной армии во взаимодействие частью сил 682-го танкового полка войска польского После отражения контратаки Синих по защите зенитных средств начинают продвигаться вторые эшелоны обоих полков Несмотря на удары авиации Синих по наступающим войскам и вторым эшелонам обоих полков первая полоса обороны прорвана решительным наступлением После успешного прорыва первой полосы обороны противника созданы благоприятные условия для окружения и разгрома Островской группировки Синих Командой 6-й армии Красных принял решение с утра 13.09 ввести в сражение 62-ю мотострелковую дивизию Советской армии с целью выйти в тыл Островской группировки Синих И во взаимодействии с войсками 4-й армии Красных окружить и уничтожить ее Командир 62-й мотострелковой дивизии выдвинул танковый полк в качестве передового отряда с задачей уничтожить противника ведущего оборонительные действия обоюдно населенного пункта Чермана К утру 13.09 ночными боевыми действиями овладеть районом высоты 603-3 Масник обеспечивает тем самым ввод в бой основных сил дивизии Под прибытием 646-го мотострелкового полка Чехословацкой народной армии на рубеж ввода совершает передвижение 62-й танковый полк Передовой отряд 62-й мотострелковой дивизии Советской армии Между командирами организован на взаимодействии Для ведения наступления ночью в боевой порядок развертывается 62-й танковый полк Советской армии При поддержке артиллерии атакует передний край обороны синих развивая успешное наступление в глубину и отражая их контратаку Решительным продвижением создает условия для ввода в бой основных сил дивизии Успешное ведение боя ночью результат всесторонней боевой и политической подготовки войск В период с 13-го по 29-й войска Северного и Западного фронтов Красных продолжали успешно развивать операцию на запланированных направлениях Западный фронт отразил контрудар 7-й армии синих окружая и уничтожая основные силы контрударной группировки В дальнейшем армии первого эшелона Западного фронта Красных выполнили поставленные перед ними ближайшие задачи успешно развивая наступательные операции в западном направлении К утру 29-й по оперативному времени это значит 13-й 9-й по астрономическому времени войска Северного и Западного фронтов вышли на рубеж Берлин Зеленогура Герлиц Доксы Светла Табор Ломницы В указанное время в правой части полосы наступления армии синие ведут активные сдерживающие боевые действия с подразделениями 62-й мотострелковой дивизии Советской Армии и 106-й танковой дивизии Народной национальной армии ГДР Из района Либерец синие подтягивают резервы для нанесения контратаки в направлении Ческий Дуб Бело под Бездезем Целью замедлить быстрое проникновение Красных к реке Эльба и не позволить окружении и разгрома собственной группировки в районе Либерец Командиры организуют взаимодействие между 6-м танковым полком Народной национальной армии ГДР и 622-м мотострелковым полком Советской Армии Синие представлены мишенным маневром Стрельбы ведутся боевыми снарядами В целях приостановления Кодродаки Синих и обеспечения развертывания основных сил Красных огневые позиции занимают боевые средства первоэшелонных подразделений Вертолеты и подвижный отряд заграждения 6-го танкового полка прокладывает минное поле Противотанковый резерв 622-го мотострелкового полка Советской Армии занял огневые позиции Отражение контратаки осуществлено огнем танков Противотанковым средств артиллерии авиации и вертолетом Контратака Синих отражена При поддержке артиллерии и авиации вводом в бой вторых эшелонов 6-й танковый полк Народной Национальной Армии ГИДР и 622-й мотострелковый полк Советской Армии перешли в решительное наступление ГИДР 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Взаимная огневая поддержка и тесное взаимодействие 6-го танкового полка Народной Национальной армии ПДР и 622-го мотострелкового полка Советской армии обеспечили успешное выполнение поставленных задач. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Создавая тем самым условия для форсирования рек Эльба и Волтава быстрыми темпами. Десантирование осуществить на три площадки. Ликвидировать авиацию противника в воздушном районе десантирования. Вести непосредственную воздушную разведку площадок десантирования. Ударами истребительно-бомбардировочной авиации уничтожить пункты сопротивления противника. Десантировать парашютный десант и его действия поддерживать истребительно-бомбардировочной авиации. Осуществить посадку 2-й шкалуной бригады с боевой техникой. Личный состав 30-й воздушно-десантной бригады в районных сосредоточения проводит всестороннюю подготовку для десантирования и ведения боевых действий. После организации взаимодействия экипажи советской и чехословацкой транспортной авиации провели предварительную подготовку. На аэродромах погружается боевая техника мотострелковых подразделений и парашютный эшелон 30-й воздушно-десантной бригады. Взлет транспортной авиации осуществлен в заплодированное время. Истребительная авиация «Красных» частью сил обеспечила порет самолетов с воздушным десантом до реки Полтапа, а частью сил завоевала господство воздухе в районе десантирования. Истребительно-бомбардировочная авиация подавила пункты сопротивления и противовоздушную оборону «Синих». Качественная подготовка десантников, строгое соблюдение запланированного времени и района десантирования и полное подавление противовоздушной обороны «Синих» создали благоприятные условия для быстрого и безопасного десантирования на указанной площадке и посадке самолетов с первыми эшелонами мотострелковых подразделений и противотанковой техникой. Под прикрытием истребительной и при поддержке истребительно-бомбардировочной авиации парашютный эшелон начинает вести боевые действия. Решительной атакой парашютного десанта в районе десантирования уничтожены уцелевшие очаги сопротивления «Синих» и созданы условия для безопасных бассажных самолетов с боевой техникой мотострелковых подразделений. «Синих» 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 Успешность занятия указанного рубежа обороны парашютным эшелоном и своевременный ввод в бой противотанковых средств мотострелковых подразделений создали условия для выполнения боевой задачи, поставленной перед 30-ю воздушно-десантную бригаду. 29-й «Синие» упорно обороняли подходы к рекам Эльба и Волтавы, интенсивно организуя на них оборону. В сложившейся обстановке вели сдерживающие боевые действия в направлении «Младоболыслав», «Литомнежица» и «Подибрады», «Кралупы». 31-я мотострелковая дивизия успешно заняла оборону на западном берегу реки Эльба, не допуская тем самым ее форсирования красными. Командующий 6-й армии красных принял решение по обеспечению быстрых темпов наступления, вводя с этой целью в сражение с утра 21-й, 64-ю мотострелковую дивизию Чехословацкой народной армии из Плаздарма на реке Эльба в направлении Мнельник-Подбожаны. Командиры 106-й танковой дивизии Народной национальной армии ГДР и 68-й танковой дивизии войска польского во взаимодействии с 30-й воздушно-десантной бригадой сходу форсировать реку Эльба создать плацдарм и к исходу дня овладеть районом Литомнежице, Либуховице, Сланы, Ростоки, обеспечивая тем самым ввод 64-й мотострелковой дивизии Чехословацкой народной армии. 31-я мотострелковая дивизия Сених частью сил защищает западный берег реки Эльба в районе Штети-Мнельник. Красные, ведя воздушную, наземную, химическую и инженерную разведку, форсируют ее сходу. На западный берег реки продвигаются разведывательные группы. Под прикрытием авиации и артиллерии десантируется вертолетный десант Чехослованской народной армии с целью во взаимодействии с передовыми отрядами 106-й танковой дивизии Народной национальной армии ГДР и 68-й танковой дивизии войска польского ЗАЛИЦ ПЛАЦДАРУ. При поддержке авиации, артиллерии, огня танков и противотанковых средств под защитой средств противовоздушной обороны Головные подразделениях 106-го мотострелкового полка Народной национальной армии ГДР и 68-го мотострелкового полка Польска-Польского используя движение танков под водой инженерные переправочные средства в том числе гусеничные самоходные паромы форсируют реку сходу. ГОТОСЛИКС ГОТО ГОТО КОНЕЦ КОНЕЦ Решительными боевыми действиями созданы условия для развертывания мостов в районе обоих полков. КОНЕЦ Авиация «Синик» наносит удар напалмом в положенном мосту в районе 68-го мотострелкового полка войска Польского. Оба моста были построены в сокращенные сроки. КОНЕЦ 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 Оба авиационных полка в течение 7 минут осуществили взлет к выполнению боевых задач. КОНЕЦ 21.9 по оперативному времени, это значит 14.9 по астрономическому времени, войска Западного фронта Красных после ликвидации последствий ядерного удара Синих продолжают успешно, быстрыми темпами развивать наступательную операцию. Восьмая армия Красных развивает наступление в направлении Табор-Клатовы, частью сил преследуя отходящие войска Синих в направлении Чесской Будевице, Вулары, Графенау, с целью овладеть переходами через Шумава. 86-я танковая дивизия Чехословацкой Народной Армии преследует Синих в направлении Нетолице, Графенау, частью сил в направлении Севернее Ческий Крумлов, Хвалчины, Тсебовице. 82-я танковая дивизия Венгерской Народной Армии во взаимодействии с 86-й танковой дивизией Чехословацкой Народной Армии преследует Синих в направлении Каплице, Горнеплана. 82-й мотострелковый полк Венгерской Народной Армии быстрыми темпами прорывает промежуточный рубеж Синих, переходя при поддержке авиации, артиллерии и противотанковых средств в преследовании направлений Яблонец-Онджиев. Синих не позволят красным развитию успеха во втором эшелонном 86-й танковой дивизии Чехословацкой Народной Армии и 82-го мотострелкового полка Венгерской Народной Армии нанесли надземный ядерный удар. После осуществления радиационной разведки командир сводного отряда ликвидации последствий поставил задачу специальным группам. Основные усилия направлены на оказание медицинской помощи, на специальную обработку личного состава, тушение пожаров, эвакуацию поврежденной техники в пункты сбора, а раненых в полковые и дивизионные медицинские пункты. КОНЕЦ После проведения специальной обработки дозиметрического контроля личного состава и боеспособной техники организуются сводные отряды. КОНЕЦ Подразделения 86-й танковой дивизии Чехословацкой Народной Армии и 82-й танковой дивизии Венгерской Народной Армии в ходе преследования встретились с упорным сопротивлением синих в укрепленном населенном пункте. КОНЕЦ 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 поддерживает боевые действия подразделений Венгерской Народной Армии. Воины 82-го мотострелкового полка Венгерской Народной Армии смелыми и решительными боевыми действиями подтвердили способность вести бой в современных условиях и готовы во взаимодействии с союзными армиями выполнить любую боевую задачу. Контратака «Синих», введенной с целью занять населенный пункт, отражена совместными боевыми действиями Венгерских и Чехословацких подразделений. После ввода в бой вторых эшелонов 82-й мотострелковый полк Венгерской Народной Армии и 862-й танковый полк Чехословацкой Народной Армии развивают наступление в условиях горно-лезистой местности. Войска 6-й армии Красных 21-го 9-й продолжают развивать наступательную операцию. В целях повышения темпов наступления командующий 6-й армией Красных с утра 22-го 9-й по оперативному времени, это значит 15-го 9-й по астрономическому времени, вводит в сражение 62-ю мотострелковую дивизию Советской Армии с рубежа исключительно ЖАТЭЦ, исключительно Крупа, в направлении Подбозаны-Марьянской Лазни. В то же время Синие ведут сдерживающие боевые действия с целью выиграть время для подтягивания резервов, используя благоприятные условия горно-лезистой местности для поспешного занятия обороны. Красные, используя ядерные удары, вертолетные десанты, удары авиации, артиллерии и обходящих отрядов, предполагают силами 64-й мотострелковой дивизии Чехословацкой Народной Армии и 62-й мотострелковой дивизии Советской Армии разгромить оборонящегося противника в горно-лезистом районе перед рекой Охже, не позволяя Синим занять на ней оборону. При поддержке авиации, артиллерии и под прикрытием головных защит 624-й мотострелковый полк Советской Армии и 642-й мотострелковый полк Чехословацкой Народной Армии ведут боевые действия на отдельных направлениях в условиях горно-лезистой местности. КОНЕЦ 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 Отдельные очаги сопротивления «Синих» уничтожают первоэшелонные батальоны обоих мотострелковых полков решительными боевыми действиями при поддержке авиации. «Синие» частью сил 715-го мотострелкового полка осуществляют контратаку, которая отражена 624-м мотострелковым полком советской армии. Вводом в бой общевойскового резерва продолжает развивать наступление. Наступление общевойскового резерва «Сини» стремятся приостановить ударами авиации, применяющей напалу. Зенитные средства ведут бой с авиацией «Синих». Оба полка в тесном взаимодействии решительным боем уничтожили подразделение силы. Командир 64-й мотострелковой дивизии Чехословацкой народной армии применяет тактический десант с целью не позволить «Синим» занять оборону на реке Охжа. При поддержке авиации и артиллерии вводится в бой 64-й танковый полк, 2-й эшелон 64-й мотострелковой дивизии Чехословацкой народной армии. Успешные совместные боевые действия, введенные в условиях горно-лесистой местности, и верясь результатам мастерского владения современной боевой техникой и высокого уровня морально-боевых качеств военнослужащих советской и чехословацкой дивизий. Наступлением, осуществленным на горно-лесистой местности и вводом в бой 2-го эшелона 64-й мотострелковой дивизии Чехословацкой народной армии действия войск закончены. Благодаря успехам, достигнутым войсками Западного фронта Красных, в период 21-й, 22-й, 9-й, созданы благоприятные условия для дальнейшего развития наступательной операции. Обучаемые командующие командиры и штабы объединений и соединений приняли решение по выполнению дальнейшей задачи Западного фронта, то есть по введению последующих армейских операций и вводу в сражение 2-й танковой армии 2-го эшелона фронта. Аперативно-тактическое учение объединенных вооруженных сил «ШЧИТ-72» на этом было закончено. В ходе союзного учения «ШЧИТ-72» Военнослужащие братских армий обменялись богатейшим опытом по боевой и политической подготовке. Главнокомандующие объединенными вооруженными силами, представители командования армии государств, участников Варшавского договора, деятели верховных органов партии правительства Чехословацкой Социалистической Республики, с большим интересом наблюдающие за ходом учения, убедились в высоком уровне боевой подготовки обучаемых армии, их мастерстве и сплоченности. На заключительном митинге обучаемых войск от имени делегации Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии и правительства Чехословацкой Социалистической Республики выступил член Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии и председатель правительства Чехословацкой Социалистической Республики доктор Любовир Штрогал, который заявил. Уважаемые товарищи министры оборон, уважаемые представители объединенного командования Варшавского договора, уважаемые гости, товарищи воины, мы стоим накануне отбоя одного из больших учений штабов и войск братских армий, государств-участников Варшавского договора. Разрешите воспользоваться случаем и выразить благодарность всем, кто содействовали его успешному ходу, приветствовать вас от имени Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии, его генерального секретаря товарища Густава Гусака, президента Республики, генерала армии товарища Людвига Свободы, правительства Республики и всего трудящегося народа. Затем он оценил значение взаимодействия вооруженных сил, государств-участников Варшавского договора для обеспечения созидателям труда, социалистических завоеваний наших народов, укрепления мира в Европе и во всем мире. Начальник генерального штаба Чехословакской народной армии объявил приказ главнокомандующего объединенными вооруженными силами и министра национальной обороны Чехословакской социалистической республики, руководителя учением, о награждении, отличившееся в ходе учения воинов союзных армии. За отличное выполнение задач на учении ЩИТ-72, приказом главнокомандующего объединенными вооруженными силами и приказом министра национальной обороны Чехословакской социалистической республики объявлена благодарность и награждены ценным подарком лучшие солдаты, сержанты, офицеры и генералы армии стран-участниц Варшавского договора, участвующих на учении. Отлично выполнить цели и задачи учения стало лозунгом и обязательством обучаемых войск для торжественной встречи 50-й годовщины возникновения Советского Союза. Основным источником мощи и непобедимости наших союзных армий, оплотом их могущества, является руководство марксистко-ленинскими коммунистическими рабочими партиями. Боевой союз наших армий основывается на ленинских принципах пролетарского интернационализма, являясь убедительным примером военно-политического единства социалистических государств и постоянно углубляющегося боевого содружества наших вооруженных сил. Варшавский договор является пактом самозащиты, дружбы и интернационального единства, щитом и мечом социалистических стран. Пантеон Венки, возлагаемые делегациями Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии и правительства Чехословацкой Социалистической Республики, Братских армий, выражение глубокой благодарности героям, проложившим путь прогрессу и социальной справедливости, путь счастливой жизни будущих покорений. В этот торжественный момент перед нашими глазами проходят герои всех социалистических государств, основатели нашего нерушимого союза. Боевое содружество их армии, укрепленное совместно пролитой кровью, надежный оплот безопасности и защиты революционных завоеваний их народов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Выступает маршал советского союза Иван Игнатьевич Якубовский. Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...